Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Олег Цукерберг и сегодня мы продолжаем обзор новостей за 5 февраля 2015 года. И первая новость у нас, Apple разрабатывает собственный поисковик, да-да, вы не ослышались. Яблочная компания объявила конкурс на своем сайте, вот так что если вы хороший разработчик, то welcome to Apple. Так, специалист по разработке поисковой платформы, им нужен, значит, она будет называться у них Apple Search. То есть не будет называться она Apple iSearch или просто iSearch, что очень удивительно, а будет называться просто Apple Search. Так, значит, как я уже сказал, об этом написано даже на их официальном сайте, так что можете пройти какой-то там может быть тест или еще что-то, я не знаю, и стать настоящим разработчиком Apple и жить в Калифорнии, попивая мохито. Вот, в общем, при этом нет достаточных данных, пока это будет полноценный поисковой сайт или это будет исключительно сайт по Apple системе, так скажем, как это сделано у Facebook. Так, ну, в принципе, на этом все с Apple. Следующая новость у нас вирусы на Android. Да-да, это звучит как антиреклама вначале про Apple, а потом про Android, но это совсем не так. Так, внимание, уважаемые люди, у кого есть Android, вирус найден в игре дурак, а также найден в приложении Russian History и IQ Test. То есть приложение как бы для самых умных, так скажем, но они оказались в дураках. Вот такие вот дела. Миллионы гаджетов, базирующих на платформе Android, оказались заражены вирусом. Это выяснили разработчики антивирусной компании Avast. Да-да, эти приложения были скачаны не из какого-либо сайта, какого-нибудь, не знаю, приложения .ru, а с официального Google Play. И, как ни странно, там все-таки оказался этот вирус. Что же он делает, спросите вы. А я скажу вам, этот вирус вам, значит, на всю стену, а точнее на весь ваш экран, будет показывать какой-то баннер, я не знаю какой, если честно, и клянчить что-нибудь скачать. Так что будьте умнее, не качайте никакие IQ Test Russian History, и не будьте дураками, не качайте игру Дурак. Следующая новость из мира игр. Ведьмак 3 на PlayStation 4 будет занимать 50 гигабайт. То есть, заметили, да, Ведьмак 3 на PC 4, PlayStation 4, будет занимать 50 гигабайт. 3, 4, 5. Забавно. Вот, в общем, как сообщают разработчики игры Ведьмак 3, Дикая Охота, либо Wild Hunt. Завтра на онлайн-ресурсе Twitch пройдет 15-минутный геймплей. Все, кто хочет посмотреть, welcome to Twitch. Специалист заметил, что CD Projekt Red уверяла, что со временем игра не будет набиваться платными дополнениями, несмотря на современные тенденции. Ну, знаете, как сейчас-то все делают. Вот, купи это, купи то, и либо не пройдешь, либо не сможешь пройти. И еще, что самое интересное, Ведьмак 3 хочет сделать настоящую графическую революцию, представив перед игроками новый Крайзис. Вы представляете, какой там будет графончик? Это ж вообще... И, как сообщают разработчики, опять те же самые. Даже если у вас самая крутая видеокарта, она у вас будет загружена на все 100%. Блин, да я еще GTA 3 не смог нормально поиграть, а вы говорите уже о Ведьмаке 3. Ну, вообще, я ж не смогу настолько обновить свой комп, потому что какая видеокарта там должна быть? Ее, наверное, еще даже нет. В общем, с вами был Олег Цукерберг. Подписывайся, ставь лайки и жди новости. Наверное, думаю, завтра, за 6 февраля 2015 года. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok